Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – 10 заповедей в историческом контексте «Заповеди о почитании Бога» с первой по четвертую. Первая заповедь «Десятисловие» звучит следующим образом. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Книга «Исход», 20 глава, со 2 по 3 стихи. В этом тексте представляет интерес самое начальное выражение. «Я Господь, Бог твой». В нашей с вами традиции европейских переводов словом «Господь» передано греческое слово «кириос», которое означает «господин». Вежливое обращение или вежливое указание на лицо, стоящее более высоко в какой-то системе отношений, в какой-то иерархии, либо на Бога, либо на какого-то уважаемого человека. Однако в древнееврейском масоретском тексте стоит другое слово. Это личное имя Бога Ветхого Завета. Как оно произносилось, мы точно не знаем. Мы знаем, что оно записывалось с помощью четырех еврейских букв, поэтому данная запись называется «Тетраграмма» или «Тетраграмматон». А в средние века произношение этой тетраграммы воспроизводили, реконструировали как «Ягова». Но сейчас специалисты считают, что имя Бога в Ветхом Завете произносилось примерно как «Ягве». Получается, что начинаются десять заповедей с того, что Бог называет еврейскому народу свое имя. Я – Ягве, Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. Мы помним, что это имя было еще прежде открыто Моисею, открыто именно тогда, когда Бог Ягве повелевает ему пойти в Египет и вывести его народ из рабства фараону. Поскольку это личное имя этимологически восходит к древнееврейскому глаголу «Хайя», то, соответственно, его можно перевести как «Тот, кто присутствует», но не просто присутствует, а присутствует для того, чтобы помочь. Помощник и покровитель. И в традиции богослужения православной церкви в одном из песнопений используется вот это выражение «Помощник и покровитель был нам во спасение». Это, конечно, не что иное, как аллюзия на ветхозаветное имя Божье Ягве. Итак, Господь указывает на себя. Я твой Бог, меня зовут Ягве, я твой помощник и покровитель, и моя помощь, мое покровительство уже проявились в том, что я тебя освободил от рабства фараона. Но поскольку Бог освободил еврейский народ и сейчас на горе Синае заключает с еврейским народом договор, завет, то, конечно же, поклонение всем другим богам полностью исключается. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Почему не будет? Потому что египтяне думали, что их боги тоже сильны. И мы с вами помним, как египетские религиозные колдуны смогли повторить некоторые из чудес, которые творил Бог через Моисея. Например, притворение воды в кровь и так далее. Но мы с вами должны констатировать, что все-таки те чудеса, страшные чудеса, которые были показаны в Египте, не смогли полностью повторить жрецы египетских богов. Поэтому Бог Ягве превосходит своей силой всех остальных богов. А значит, почитание других богов по большому счету бессмысленно, неправильно, греховно. Итак, содержание первой заповеди. Раз я тебя вывел, я сильнее, чем эти языческие боги. Поэтому почитаешь, поклоняешься только мне. Вторая заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Что означает эта заповедь в историческом контексте, в ту эпоху, когда она была дана Богом через Моисея? Заповедь запрещает создание идолов, кумиров, изваяний, то есть изображений языческих богов в виде солнца или луны, звезд, птиц, животных и так далее, рыб. Еврейский глагол «пасаль», от которого происходит еврейское слово «песель», переведённое у нас как «идол» или «кумир», указывает на идола, вырезанного из камня или из дерева, на резного идола. Хотя в другом месте закона Моисеева, в книге «Исход», в 34 главе, в 17 стихе, будет также добавлено и запрещение изготавливать литых богов. Итак, ни в коем случае не делай изображения языческих богов. Почему такой запрет? Ну, во-первых, это логичное продолжение первой заповеди. Раз нельзя бессмысленно, неправильно поклоняться языческим богам, то, конечно, не нужно хранить их изображение. А ведь тогда, в Древнем мире, на Древнем Ближнем Востоке, изображение богов использовали как инструмент для магических действий. Пытались, имея изображение богов, не просто обратиться к богам, а подействовать на них, управлять ими. Пытались добиться того, чтобы сила богов могла быть использована человеком, который обращается к изваянью, к литому или вырезанному кумиру. И в таком случае запрет на изображение богов означает следующее. Я бог более величественный, более сильный, чем те языческие боги, но вы не сможете мной управлять. Я свободная личность. Вы можете меня просить. Я буду о вас заботиться, но я не являюсь тем, кем вы можете по своему человеческому желанию управлять. Вот каков смысл заповеди. Конечно, был и другой исторический аспект. Мы с вами помним, что в Египте был культ Аписа, бога, который изображался в виде быка, что минойская цивилизация, которая находилась на Крите, в качестве символа также имела именно быка. А хананские культы предполагали, что существовал и хананский языческий бог Дагон, которого изображали в виде рыбы. То есть, конечно, то, откуда уходят египтяне из Египта, и то, куда они идут в Ханаан, имели место в этих местах поклонения богам в виде животных. Поэтому, конечно, запрет имел еще вот такой вот практический характер, дабы дистанцироваться от языческих культур. Но ведь господь Ягве открылся израильтянам как духовная личность, невидимая телесными очами. Поэтому его нельзя изобразить никаким образом. Бог есть бог ревнитель, говорится в этой заповеди. Поэтому невозможно его изображение никаким человеческим подобием. Когда мы читаем слова этой заповеди, встает такой еще вопрос. Но неужели согрешил отец, а будет отвечать сын? Согрешил дедушка, а будет отвечать внук? Почему в этой заповеди говорится следующее? Я, бог твой, бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Конечно, речь идет о другом. Те люди, которые поклоняются языческим богам, делают это не индивидуально. Это у нас сейчас с вами христианство носит индивидуальный характер. Хочу – пошел в церковь, не хочу – не пошел. Папа идет в церковь, мама не идет. Мама идет – папа дома остается. Или ребенок остается дома и так далее. Индивидуалистический подход. В древнем мире было не так. И глава семейства. И его семья, как правило, исповедовали одну и ту же религию. Если вот он, глава семейства, патриарх, поклоняется языческим богам, а отсюда неправильно ведет себя, неправильно обустраивает жизнь внутри своей такой административно-хозяйственной единицы, то получается, что и его дети, и его внуки живут внутри определенного контекста. Скажем так, привычки жизненной ситуации, жизненной привычки, манера жизни, образ жизни отца или дедушки, патриарха влияют на то, как живут его дети и внуки. И в этом смысле, конечно, его отступление от истинного Бога предполагает, что за ним следуют и его дети, и его внуки. И понятно, что ошибки, которые он совершает, и наказание от Господа будут уготованы им, как также согрешающим. Но посмотрите, как интересно, насколько превосходит вера в истинного Бога, вот эту веру в ложных богов. Ведь тем, которые веруют в Господа Ягве, уготована милость до тысячи родов. То есть, если человек избрал верный, правильный путь, то, конечно, вот этот образ жизни передается не только детям и внукам, но и многим-многим последующим покорениям. Понятно, что здесь, в этой заповеди, речь не идет о том, что согрешил один, а отвечает другой. И, конечно, мы с вами должны сказать, что эта заповедь никоим образом не может быть отнесена к христианскому почитанию икон или креста в церкви. Потому что здесь говорится о том периоде человеческой истории, когда Сын Божий еще не воплотился. Но мы с вами, когда почитаем иконы, мы очень четко разделяем. Мы их всего лишь почитаем, мы им не служим. Мы, поклоняясь иконам, образу, при этом почитаем прообраз. И когда мы с вами поклоняемся иконе Господа Иисуса Христа, мы ведь поклоняемся ни дереву, ни краскам. Но это будет совершенно наивно и забавно так предполагать, что мы поклоняемся доске. Это очень глупо и очень даже смешно. Мы поклоняемся образу, который образ нас относит к единой личности Господа Иисуса Христа. Он истинный Бог, истинный человек. Именно по его человеческой природе видели его апостолы, но видели единую личность, не человеческую природу только. Поэтому, конечно, наше с вами христианское почитание икон никак не противоречит тексту и смыслу, и содержанию второй заповеди десяти слов. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Исход 20 глава, 7 стих. Прежде всего, заповедь запрещает профанное, бесцельное употребление имени Господа, а это имя Ягве, вне богословского или вне богослужебного контекста. В практическом отношении она означала запрет клясться именем Божьим, потому что клятва может быть ложной, а могут быть ситуации, когда человек клянется, имеет намерение что-то выполнить, но просто не может. Ситуация складывается иначе, или он не способен на это. И вот очень интересно и очень важно, что в Священном Писании Ветхого Завета очень часто говорится не просто о Боге, а именно о имени Его. Прославление имени Божьего – это и есть прославление Бога. Поэтому как празнословное употребление, не благоговейное употребление имени, ну и тем более оскорбление имени Божьего – это и оскорбление Бога. Однако мы с вами должны констатировать, что после возвращения евреев из Вавилонского плена в так называемый Межзаветный период, а этот период охватывает Эллинистический период и начало Римского периода в Палестине, то есть 3-2-1 века до Рождества Христова, в период накануне пришествия Мир Христа Спасителя, в еврейском народе сложилось весьма специфичное понимание данной заповеди о запрете на профанное употребление имени Божьего. Вместо того, чтобы остерегаться употреблять имя Божье там, где это не следует, там, где этого не нужно, евреи перестали вообще употреблять имя Божье. Начали заменять его. При чтении вот той самой тетраграммы четырех букв, которые, вероятно, произносились как Яхве, стали произносить «Адони» или «Адонай», то есть «Мой Господин» или «Мой Господь». Соответственно, в какой-то момент даже при переписывании рукописей начали вместо священной тетраграммы записывать четыре жирных точки для того, чтобы случайно тот, кто читает рукопись, не произнес вот это вот имя Яхве, а произнес именно «Адони» или «Адонай». Подтверждение того, что так действительно было, мы находим в Кумранском свитке номер 175 из четвертой пещеры. Он называется «Мессианский сборник». На нем очень хорошо видно, как в тех местах, где должно стоять священное имя Божье, священная тетраграмма, проставлены четыре жирные точки. Более того, не только перестали употреблять имя Божье, но старались и само понятие Бога несколько заменить на другие понятия. Например, мы с вами, когда читаем Евангелие от Матфея, а ведь Евангелист Матфей писал прежде всего христианам из числа евреев, мы с вами находим такое выражение, как «царство небесное» или «царство небес». Почему «царство небесное»? Потому что евреи пытались избежать даже случайного упоминания имени Божия и даже слова «бог», «элогим» они не употребляли, а говорили «небеса». Поэтому у других евангелистов, которые пишут уже христианам из числа язычников, у которых не было таких предрассудков, ограничений, мы читаем «царство Божие», но и в английском Матфея «царство небесное». Перестав употреблять имя Божие Ягве, евреи стали произносить «Адонай» или «Адони», ну а, соответственно, когда переводили на греческий язык, то тот самый титул «господин» или «господь» и появился греческое слово «кириос». И, соответственно, через греческий язык и в наши с вами языки вошло при переводах Ветхого Завета писать не Ягве, а «господин» или чаще всего «господь» та форма, которая указывает на обращение к Богу. Четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вонный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. На первый взгляд, содержание заповеди достаточно очевидно. Она позволяет работу в течение шести дней и предписывает отдых в седьмой день. Причем отдых довольно специфичный. Этимологически слово еврейское шаббат, то есть суббота, происходит от глагола, который означает отрезать, отсекать, и отсюда завершение чего-либо, завершение предыдущего периода деловой активности, указание на день покоя. И, соответственно, это тот день, который необходим для освящения, для размышления о Боге, для участия в богослужении. Мы с вами понимаем, что только одно было место, где евреи могли принимать участие в богослужении. Это сначала Скиния, потом храм, который находился в Иерусалиме. И понятно, что они не могли ходить туда регулярно, каждую субботу, из разных мест Иудии или Самарии, разных областей. Но, конечно, когда после Вавилонского плена они возвращаются, и у них богослужебное собрание именно по субботам, в тот день, когда нужно помнить Бога, нужно себя освящать. Однако, кроме вот этого религиозного аспекта, присутствует и важнейший социальный аспект. У современных для той эпохи законодательств Древнего Ближнего Востока не было ничего подобного. Не было у Древнего Ближнего Восточных народов какого-то регулярно повторяющегося дня отдыха. Да, мы с вами видим, что в Месопотамии раз в месяц были какие-то религиозные празднества. Но вот такого периодичного дня, когда люди перестают работать, работать не было. И, конечно, здесь исследователи усматривают очень важный социальный аспект. Потому что, если мы трудимся, если мы хотим стать богаче, мы хотим стать более состоятельными, мы можем, к сожалению, невольно для себя пытаться работать все больше и больше и больше, без выходных. И, конечно, это опасно не только подрывом здоровья, в конце концов, но и опасно тем, что наша душа от тягот, от многих работ начнет ожесточаться, мы будем озлобляться. И вот чтобы исключить эту ситуацию, еврейское законодательство предписывало раз в семь дней отдыхать, но не праздно, не для того, чтобы это было потаканием страстям, а отдыхать так, чтобы помнить о Боге и возвышаться, освящаться. Поэтому, конечно, эта заповедь номер четыре, она двоякая, у нее есть два аспекта. Первый аспект, это, собственно, духовное освящение, а второй аспект, да, это отдохновение от физического труда и, в общем-то, приобретение некого душевного равновесия, бодрости и спокойствия. Надо сказать, что после возвращения евреев из Вавилонского плена, в тот самый межзаветный период, эта заповедь тоже подверглась весьма специфическому переосмыслению, специфической реинтерпретации. Во-первых, появилась тенденция, как и в случае с заповедью о имени Божьем, более боговалистично, более регористично эту заповедь исполнять. Доходило, конечно, до необычайных крайностей, потому что была такая секта терапевтов, это одно из ответвлений есейства, они находились в Египте. Члены этой секты пытались соблюдать ту позу, то положение, в котором их заставала суббота. Я не знаю, как они это делали, потому что стоит вопрос, как они отправляли физиологические потребности, но, по крайней мере, вот до такой крайности доходило. Ну, а то, что касается основного иудаизма, то, конечно, тоже была тенденция к тому, чтобы чисто внешне не работать, чисто внешне минимизировать какие-то действия. Речь не шла о том, чтобы по содержанию вспомнить, что это за заповедь, она же ведь нужна для освящения. Например, в книге, первой книге Маковийской мы читаем о том, что евреи перестали было употреблять в субботу оружие, однако такой подход показался неправильным Матафию Маковию, помните, одному из тех, кто восставил, одному из тех, кто возглавил восстание, и, соответственно, Матафия Маковий считал, что и в субботу можно использовать оружие, но только в целях самообороны. Именно так и поступил Иофан Маковий, который в 160 году до Рождества Христова одержал одну из важных побед именно в субботний день. Неприятель нападал, думая, что евреи не будут обороняться, но евреи оборонялись и евреи победили. Но тем не менее, все-таки позже, а именно уже в первом веке по Рождеству Христовым, уже после эпохи деятельности Господа Иисуса Христа, когда возникло, когда было организовано в Риме первое антиримское восстание, евреи все-таки регористично относились к дню субботы. Они не пожелали сражаться с римскими войсками в субботний день и, как указывают Иосиф Флавий и Дион Кассий, это было одной из причин того, что римляне взяли и уничтожили Иерусалим в 70-м году по Рождестве Христовым. Кроме того, в эллинистический период, в начале римского периода книжники разработали целый ряд казуистических правил, которые ограничивали деятельность человека. В частности, было предложено понятие субботнего пути. Оно упоминается в книге Деяния апостольских в первой главе в 12-м стихе. То есть, то максимальное расстояние, которое человек может пройти в субботу. Ну, и это расстояние было равно у книжников двум тысячам локтей, то есть, примерно одному километру в нашей с вами системе исчисления. Однако, чтобы обойти это ограничение, они пускались на разные хитрости. Например, считалось, что если я ухожу от города, от городской стены на один километр, а потом закапываю в землю какие-то личные вещи, то я по сути дела основываю новый дом собственный на этом месте. А раз так, то уже от своего дома я опять могу идти один километр. Закапывали вещи, раскапывали и шли еще один километр. Понятно, что вот такое отношение к субботе не могло не вызвать со стороны Господа Иисуса Христа указание на то, что форма стала давлеть над содержанием. Поэтому Христос говорит не суббота для человека, но человек для субботы. То есть основной смысл заповеди именно освящение путем служения Богу, путем отказа от каких-то суетных повседневных дел. Поэтому святой апостол Павел в послании к евреям в 4 главе в 9 стихе пишет для народа Божия все еще остается субботство. Обратите внимание, он не пишет суббота, он пишет субботство. Есть христианское направление, деноминация, их называют адвентисты седьмого дня, которые считают, что в этих словах апостола Павла указание, что мы христиане в качестве основного выходного дня и дня освящения должны продолжать соблюдать ветхозаветную субботу. Но мы с вами видим уже из книги Деяне апостольских, что христиане начали собираться в воскресенье в первый день после субботы, в тот день, когда воскрес Христос, собираться для участия в Божественной Евхаристии, для того, чтобы причаститься телу и крови Христовых. Именно для нас, христиан, причастие и богослужение в этот первый день недели по еврейскому исчислению является освящением. Поэтому, конечно, апостол Павел, если бы имел в виду день недели, он бы написал для христиан, для народа Божия сохраняется суббота, но он и пишет субботство в том смысле, что мы обязательно должны выделять один день в неделю, в христианской традиции это воскресенье, для того, чтобы, прекращая делать обыденные дела, освящаться. И для нас с вами освящение это именно участие в бескромной жертве, участие в Евхаристии, причастие. Но при этом в нашей богослужебной традиции, православной церкви, суббота тоже выделено в качестве особого дня. Вспомните, в Великом посту именно в субботу прекращается молитва Ефрема Сирина и в течение года также суббота имеет ряд особенностей богослужений. Таким образом, получается, что в православной церкви мы с одной стороны вспоминаем, что ветхозаветный период, в ветхозаветной церкви был день освящения суббота, но для нас с вами исполнение этой заповеди абсолютно логично и абсолютно четко связано с истоками христианства и указывает на первый день после субботы на воскресенье. И мы с вами стараемся, чтобы не только в воскресенье, но и в другие дни недели у нас сохранялось субботство, а именно освящение через делание и добрых дел, и через помощь ближним и проявление любви. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Игорь Негода